144 школьника из Чебоксара во время осенних каникул побывали в Москве. Победителей финальных игр юноармейского движения «Зорница» и «Орленок» призеров Олимпиад поощрила поездкой в столицу администрации города Чебоксара. С членами одного из патриотических клубов встретилась наша съемочная группа. Ученики 28-й школы, они же юные гвардейцы, победители городского конкурса «Орленок» 2017 года. Маршировать могут, не отрываясь от учебного процесса. На базе их школы уже более 10 лет работает патриотический клуб, а руководит им учитель физкультуры Луиза Ласточкина. Мои воспитанники, многие уже поступали в высшие военные учебные заведения, многие поступили и закончили, и продолжают работать в нашей Чувашской республике. Под ее началом ученики уже привыкли побеждать в различных спортивно-патриотических соревнованиях, и девочки здесь ничем не уступают мальчикам. Маша Стефинова, к примеру, владеет основами рукопашного боя и с уверенностью заявляет, что сама может за себя постоять в сложной ситуации. В военно-патриотический клуб «Гвардейц» меня привела моя одноклассница. Было очень интересно наблюдать за детьми и их патриотическим воспитанием. Военно-патриотическим воспитанием, потому что это воспитывает характер, силу духа, дисциплину и дает собраться. Сборка оружия для юных гвардейцев не проблема. Меньше чем за минуту каждый из них может с легкостью справиться с этой задачей. Помимо практических навыков, ребята подробно изучают важные исторические вехи своей страны. У юных гвардейцев и с точными науками все отлично. Кирилл Павлов – победитель школьных и республиканских олимпиад. С 7-го класса меня постоянно брали на всякие соревнования, не только на военно-патриотические. Я был незаменимой частью команды. Экскурсия в столицу России была очень познавательной. На самом деле все всем понравилось. Были в доме-музее имени Тютчева. Было очень интересно. Также погуляли по центру Москвы, по Красной площади, по площади трех вокзалов. Очень красивое место. В целом столица встретила хорошей погодой. И было приятно просто гулять. Юные гвардейцы уже строят планы на будущее. Они вновь готовятся к соревнованиям и собираются победить в республиканском юноармейском движении. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.